Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами разбираем первый тест, то есть первую контрольную работу в восьмом классе. Это entry test, так называемый вступительный тест на остаточные знания с прошлого года. Давайте посмотрим и вместе попробуем разобраться. Итак, первое упражнение. Choose the correct item. Выберите правильное слово. Hurry up, поторопись. Our train in half an hour. Наш поезд через полчаса. Уезжает. Ребята, когда мы говорим о расписании, это употребляется present simple, настоящее время. Our train lives in half an hour. Второе. Can you be a little quiet, please? Вы можете быть немного потише. The baby, ребёнок, is sleeping. В данный момент, present continuous. Ребята, пожалуйста, попрошу вас обязательно подписываться на мой канал, если он вам помогает. И я делаю всё для вас возможное. Смотрите другие видео с разбором учебников и рабочих тетрадей. Итак, третье. Susan не думает, что книги о пиратских кораблях очень are very interesting. Они интересные. Она предпочитает романтические новеллы. Четвёртое. The Nelsons looked very surprised when they, that their next-door neighbour was a famous writer. Нельсоны выглядели очень удивлёнными, когда они, наверное, услышали, что их сосед – известный писатель. When they heard. Когда они услышали. Далее. Пятое. Mark, his tooth yesterday, when he fell off his bike. Так. Mark. Ребята, ну, конечно, в данном случае зуб можно отколоть. Чип. То есть, Mark отколол свой зуб вчера, когда он упал с велосипеда. Далее. Шестое. That is the girl whose. Да? Си. Father works in the armed forces with my dad. Эта девочка, чей папа работает в вооружённых силах с моим отцом. Чей отец работает с моим папой. Окей. Далее. Седьмое. Let's go on this year. I'd love to see wild animals in their natural habitat. Ну, конечно же, в данном случае подходит сафари. Далее. If Jim to Spain on business next month, he will stay three extra days to visit these sites. В данном случае подходит travels. Потому что после if. Условное предложение. Итак, если Jim поедет в Испанию в следующем месяце, он останется на три лишних дня, чтобы посетить достопримечательности. Далее. Девятое. Hugh Grant is an actor. Young excellent English. An young actor. An excellent young English. То есть нужно подобрать, как правильно ставить прилагательные. Ну, ребята, сначала возраст, потом описание, потом мы ставим из какой страны он национальный. Ой, ребята, извините, сначала, конечно же, оценку, потом возраст, потом национальность. Бида. То есть Hugh Grant is an excellent young English actor. Далее, ребята, следующее, десятое. Martha tells wonderful jokes. She is a girl in our class. Марта рассказывает чудесные шутки. Она самая веселая девочка в нашем классе. See, the funniest. Далее. My brother didn't become a songwriter. He finished his music studies at university. Мой брат не стал автором песен до тех пор, пока он не закончил своё музыкальное образование в университете. Until he finished. Далее. Двенадцатый, ребята. Mary bought new skating gear, didn't she? Mary купила новое оборудование для скейтинга. Не правда ли? Двенадцатый, то есть прошедшее время, разделительный вопрос. Тринадцатый. Lynn was playing in her three house when her mom called her for lunch. Lynn играла в её доме на дереве, когда её мама позвала её на ланч. То есть она была в процессе past continuous. Далее. Четырнадцатое. I have a doctor's appointment. У меня назначен приём к доктору. Could you please look after the children while I'm out? Не мог бы ты приглядеть за детьми, в то время как я буду отсутствовать, приглядеть, look after? Да? Look up – это смотреть в словаре, и look for – это присматривать. Далее. Пятнадцатый. We have been playing chess all morning. Мы играем в шахматы всё утро. Can we do something else now? Может быть, можем ли мы поделать что-то ещё сейчас? Да? То есть они до сих пор, вот до этого момента играют. То есть have been playing. Далее. Шестнадцатое. Мэри живёт в Голливуде, но она никогда не встречала известную личность. Ну, то есть has never met. Met – обязательно глагол в третьей форме, поэтому первый не подходит. И порядок слов. Далее. То есть ответ в Си. Восемнадцатое. Том believes that the house down the street is haunted. Тому кажется, Том верит в то, что дом вниз по улице, за домом внизу по улице следят. И восемнадцатое. When you freeze water, it turns into ice. Когда вы замораживаете воду, она превращается в лёд. Ответ B. Перейдём к следующему упражнению. Итак, девятнадцатое, ребята. I don't really think there'll be flying cars someday, but I guess anything is possible. Я не думаю, что будут летающие машины однажды, но мне кажется, я верю в то, что что-то возможно. Далее. Ребят, двадцатое. Кристофе goes to the university. Конечно же, он фут, пешком. Кристофе ходит в университет пешком каждый день. As he enjoys the exercise. Ему нравится заниматься. Ну, упражнение это, да? Двадцать первое. Everyone at the wedding danced and sang to celebrate the happy occasion. Все на свадьбе танцевали и пели, чтобы отпраздновать счастливое событие. Далее, ребят, двадцать второе. If Teddy is sick, he should stay in bed and drink lots of fluids. Если Teddy заболел, он должен оставаться в кровати и пить много жидкости. Ответ C. Далее, двадцать третье. Julie always rubs her eyes when she gets sleepy in the evening. Julie всегда трет свои глаза, когда она хочет спать по вечерам. Двадцать четвертое. When Sue was young, she used to play hide-and-seek with her friends. Now she prefers playing board games. Когда Sue была маленькая, она used to – это привычка, то есть играла в прятки со своими друзьями. Сейчас она предпочитает настольные игры. Далее, двадцать пятое. Mom exchanges the green sleepers lease gave her, because they didn't match her pink dressing gown. Мама обменяла зеленые тапочки, которые Лис подарила ей, потому что они не подходили – match – ее розовому платью. Видимо, ночному платью в данном случае. Ее розовые сорочки. Двадцать шестое. I'm thinking of buying a new car. The one I have is falling apart. Я думаю о покупке новой машины. Та, которая у меня была, которая у меня есть, развалилась. Fall apart. Далее. Итак, ребята, двадцать седьмое. Madonna's new pop song is really catchy. I've been singing the tune all day. Ребята, я произношу только правильные ответы, чтобы вас не сбивать. Новая популярная песня Мадонны, очень запоминающаяся. Я пою, напеваю мотив весь день. Двадцать восемь. То есть, ответ B. Двадцать восьмое. Joe has to finish his homework before he goes to the cinema with his friends. Joe нужно закончить его домашнюю работу перед тем, как он пойдет в кинотеатр со своими друзьями. Двадцать девятым. Ответ A. Синди took us out for a lovely dinner to celebrate her new acting job. Синди вывела нас на вкусный обед, чтобы отпраздновать ее новую актерскую работу. Тридцатые ребята. If Dan doesn't want to go to the film festival with me, then I can go with Amy. Если Dan не хочет пойти на фильм, на фестиваль кино со мной, тогда я пойду с Эмми. Тридцать петра. Первое. There is a lot of chocolate in the fridge. Maybe I'll make a chocolate cake today. В холодильнике полно шоколада. Возможно, я сделаю сегодня шоколадный пирог. Ребята, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на мой канал, если мои видео вам помогают, и смотрите следующие видео. Итак, тридцать второе. Mike's risky decision to set up his own company at such a young age was quite daring. Рискованное решение Майка основать свою компанию в таком молодом возрасте достаточно смелое. Далее. I really admire him. Я действительно им восхищаюсь. Тридцать третье. Timmy is always late for work as he never wakes up when the alarm clock goes off. Ответ A. Тимми всегда опаздывает на работу, так как никогда не просыпается, когда будильник начинает звенеть. Тридцать четвертый ответ A. Let's take some sandwiches and a packet of biscuits with us to the beach. We might get hungry after our swim. Давай возьмем несколько сэндвичей и коробку печенья с нами на пляж. Хотя пакет – это упаковка, упаковка печенья с нами на пляж. Мы, возможно, проголодаемся после плавания. Тридцать пятый ответ A. Итак, unless you help me with the cooking, I won't have dinner ready on time. Если ты мне не поможешь с приготовлением. А я… у меня не будет обеда готового вовремя. Далее тридцать шестой ответ C. Папа смотрел прогноз погоды прошлой ночью вечером, когда мама попросила его помочь на кухне. Past continuous – он был в процессе. Was watching – правильный ответ. Тридцать седьмое. The roller coaster ride was the most spectacular attraction at the theme park. Катание на американских горках было самым зрелищным аттракционом в тематическом парке. Далее тридцать восьмое. Ted and Lisa are really looking forward to their trip to Legoland this summer. Ответ C. Ted и Лиза действительно ждут с нетерпением их поездку в Legoland этим летом. То есть look forward, ждать с нетерпением. Look for – это искать чего-то и look up – смотреть в словаре. Далее тридцать второе. I'm afraid Mr. Brown's not in. He's gone to Moscow on business. Боюсь, Mr. Brown нет здесь. Он уехал в Москву по бизнесу. Ребята, это present perfect. He has – от сокращения от he has gone. Далее сороковое. Jenny loved her pet parrot her sister gave her for her birthday last month. Дженни полюбила своего питомца-попугая, которого ее сестра подарила ей на день рождения в прошлом месяце. Укажется на точную дату прошлый месяц, поэтому past simple. Далее ребята сорок первое. While she was ice skating, Eva slipped on the icy surface and broke her leg. Слипт – подскользнулась. Ответ B. В то время, как она каталась на коньках, Eva подскользнулась на ледяной поверхности и сломала ногу. Сороковторое. Ответ B. If Mary is too busy to help Paul and Linda move house, they'll do it themselves. Если Mary слишком занята, чтобы помочь Полу и Линде переехать в новый дом, они сделают это сами. Они – they, то есть themselves. Сорок третий. This is the beach where my brother works as a lifeguard. Сорок третий ответ A. Это пляж, где, то есть на котором, да, где мой брат работает спасателем. Сорок четвертое. As I was looking through some old photos, I came across a picture of my grandfather in his army uniform. Когда я просматривал старые фотографии, я наткнулась на фотографию моего дедушки в его армейской форме. Сорок пятый. Tom's laptop enables him to go online and do this work, even when he's not in the office. Ой, извините, планшета, tablet, laptop – это ноутбук. Ноутбук Тома позволяет ему выходить онлайн и делать его работу, даже когда он не в офисе. То есть enable – ответ C. Сорок шестое ответ A. Larry is a very good athlete. He runs more quickly than anyone else in the school team. Larry – очень хороший атлет. Он бегает быстрее, чем кто-либо еще в школьной команде. More quickly – ответ. Далее, ребята. Сорок седьмое. Так. Джоанн любит слушать английские популярные песни, даже несмотря на то, что он не понимает всех стихов. Стихи – ответ B. Лирикс. Сорок восьмое. Если мы не уменьшим сгрязнение воздуха, кислотные дожди продолжит отравлять, съедать ответ – отравлять poison деревьев и растений, которые нужны нам для кислорода. Сорок девятый ответ A. Как только Мария пришла на работу вчера, она проверила все свои имейлы. Как только. As soon as. Пятидесятый ответ C. Если ты просто будешь сидеть и ничего не делать целый день, ты отстанешь от школьной программы. Fall behind – отставать. Далее. Пятьдесят первое. It's snowing today. Wear a woolen jumper over your shirt. Сегодня идет снег. Одень woolen – шерстяной jumper или свитер поверх своей рубашки. Ребята, лезы кожаные и картон хлопковые не подходят. Далее. Пятьдесят два. John couldn't see in the heavy fog and lost control of his car. Fortunately, he wasn't hurt. John не мог видеть в сильном тумане и потерял управление своей машиной. К счастью, он не ушибся, то есть, к счастью, ему не причинилось никакого вреда. Пятьдесят третье. Some birds, like turkeys and peasants, build their nests on the ground and not in the trees. Некоторые птицы, такие как индейки и фазаны, строят свои гнезда на земле, а не на деревьях. Пятьдесят четыре. I think surfing is very difficult, but Mike thinks it's easy as pie. Я думаю, что кататься на серфе – это очень сложно. Но Mike думает, что это… Ребята, а это идиома такой же лёгики, как кусок пирога, то есть очень легко. Ответ пятьдесят четвёртый. Пятьдесят пятый. Sue can't play the accordion, can't she? Sue не может играть на аккордеоне, не так ли? Итак, ребята, пятьдесят шестое. А между тем, пожалуйста, прошу вас ещё раз подписаться на мой канал, если мой канал вам помогает, и смотреть другие видео. Итак, ребят, пятьдесят шестое. We love living in the city. Everything is so close at hand. Нам нравится жить в городе. Всё так близко под рукой. Пятьдесят седьмое. We don't find any unusual artworks at the exhibition. In fact, all the paintings were quite ordinary. Мы не нашли никаких необычных работ, искусства, художественных работ на выставке. По факту, фактически, все картины были достаточно ординарными, обычными. Пятьдесят восьмое. It's late, and I have to get up early tomorrow. I think I'll turn in now. Значит, поздно, и мне нужно вставать рано завтра. Я думаю, я пойду спать сейчас. То есть, пятьдесят восьмое. Ответы с ним. Далее, пятьдесят девятый. If you study hard at school this year, you will get high marks. Если в этом году ты будешь усердно учиться в школе, ты получишь высокие оценки. Условное предложение. Вторая часть. We'll get. Далее. Будущее время. Шестидесятый. Ответы си. Значит, пятьдесят девятый. Ответы си. Шестидесятый. Ответы си. Harrison Ford is probably best known for... for his role in Indiana Jones. Harrison Ford. Возможно, Harrison Ford, возможно, больше всего знает. Он лучше всего известен по своей роли в Indiana Jones. Далее. Шестидесят первый. Ответ. Известная актриса разозлилась во время интервью, когда журналист начал задавать ей личные вопросы. Далее. Шестидесят второе. Си. She fell off the ladder and sprained her wrist. В то время как Джим красил свою комнату на прошлой неделе, она упала и вывихнула. Упала с лестницы, леда, лестница, и вывихнула запястье. Шестидесят третье. Профессор Джонсон's fun and loving character is what making her popular with her students. Character. Вставляем A. Веселый и хороший характер, милый характер профессора Джонсона – это то, что делает ее популярной среди своих студентов. Далее. Шестьдесят четвертый ответ B. Сьюзи can tell you where the restaurant is as she has been there before. Сьюзи может сказать тебе, где ресторан, так как она была в нем раньше, before. Шестьдесят пятый ответ B. Томас doesn't like romantic comedies. Thrillers are his cup of tea. Томас не любит романтические комедии. Триллеры. То есть его – это триллеры. His cup of tea – это идиома. Его чашка чая, да? То есть его – это триллеры. Шестьдесят шестой ответ B. Джонни can't swim as fast as Mark because he has hurt his back. Джонни не может плыть так быстро, как Марк, потому что у него болит спина. Или он ушиб свою спину, что-то такое. Шестьдесят седьмой ответ A. Во время нашей прогулки по резервуару или месту по дикой местности мы видели много интересных видов птиц. Шестьдесят восьмой ответ C. If you are thirsty, you may have a can of cola or a glass of juice. Если ты хочешь пить, ты можешь выпить банку кока-колы или стакан сока. Can – жестяная банка. Шестьдесят девятый ответ A. Alex and Cassie has made toffee apples all morning, and the kitchen is a mess. Значит, Alex и Cassie… Ребята, подождите секундочку. Шестьдесят девятый ответ B. Алекс и Кэтти делали ириски все утро и кухня в беспорядке. Видите, я иногда очень быстро говорю или пишу, и могу ошибиться или находить новые какие-то правильные ответы уже по ходу видео. Поэтому всегда смотрите видео до конца. Далее. Мой брат – отличный писатель научной фантастики. Истории, которые он сочиняет, очень, как бы сказать, креативные, с большим воображением. Семьдесят первое. Том чувствует себя плохо сегодня весь день. Возможно, он заболел гриппом. Семьдесят второе. Хенри работает в магазине игрушек своего отца с тех пор, как им было 17 лет. И он очень счастлив там. Present perfect has worked. Далее, ребята, семьдесят третье. Том и его семья чувствуют себя очень изолированно. Ответ B. В их загородном доме, так как ближайший дом от них в 40 километрах. Семьдесят четыре. Ответ A. Georgia got her driving license earlier than her brother Philip. Georgia получила свои водительские права раньше, чем ее брат Филипп. Семьдесят пятый. Ответ C. We haven't got any sugar. У нас нет сахара. Would you like honey in your tea? Хочешь чай с медом? То есть нету нисколечка. Ответ C. Any. Семьдесят шестое. Mike still lives with his parents, doesn't he? Разделительный вопрос. Mike до сих пор живет со своими родителями, не так ли? Семьдесят седьмое. Storytelling on cold winter nights has been a tradition in our family for over 40 years. Рассказывание историй в холодную зимнюю ночь, в холодной зимней ночи, традиции нашей семьи более 40 лет. Семьдесят восьмое. I don't know who operates the non-profit organization, but you can go online and find out their name. Я не знаю, кто управляет, кто под буковкой A, да, ответ, кто управляет этой организацией, у которой нет прибыли, но ты можешь зайти онлайн и найти их имена. Семьдесят вятое. Julie wore a different costume for everything in our school play. Julie надевала разные костюмы для каждой сцены в нашей школьной пьесе. Ребята, а тем не менее, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и смотрите новые и другие видео с контрольными работами, то есть тестами, разбором учебника и разбором рабочих тетрадей. И последнее, восемьдесятые. Jane has been trying to find her lost cat since Monday. Jane пытается найти свою пропавшую кошку с понедельника. Всем счастливо, всем пока, встретимся в новом видео.